В студии сегодня гостит известный, теперь уже московский дизайнер Дмитрий Логинов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Хочу вам задать вот какой первый вопрос. Интересно, какой имидж у Красноярска? Ну вот когда вы говорите, откуда вы родом, что обычно говорят, как реагируют? Хм, какой имидж? Ну говорят что-то лучше. Скорее, так, как я его преподношу. А как вы его преподношите? Это очень красивый город, на мой взгляд. Во всяком случае, люди, которые сюда приезжали и раньше не имели никакого представления о Красноярске, они были в большом шоке. В первую очередь от природы, конечно. А еще что? Из каких еще деталей состоит впечатление о городе? Красивый город, природа. Напустим, о моде, что тут знают? Есть она вообще в Красноярске, по мнению людей с запада? Ну я думаю, что благодаря стараниям организаторов нашего конкурса «Поколение М» с каждым годом все больше, конечно, узнают о том, что и в Сибири, а не только в Европе есть мода, дизайнеры и люди, которые этим увлекаются. Дмитрий, а как же все-таки, по-вашему, меняется сейчас облик города? Вы ведь сейчас все чаще в отъездах, да, живете в Москве, а со стороны, как говорится, виднее. Вот вы видите, как изменяется? Наверное, это может виднее, но эти морозы помешали мне вообще выбраться куда-либо. И рассмотреть, как следует. Да, единственное, что я заметил, очень много открылось новых мест, где люди могут посидеть, выпить кофе, повстречаться. Очень много хороших мест. Ну, на самом деле, да. И они вполне сравнимы с какими-то столичными или европейскими местами. По уровню, то есть уже у нас что-то такое есть, да? Да. А вообще, как вы считаете, можно наш город в целом или по каким-то отдельным деталям сравнить с другими городами, ну вот кроме кофеин? Что-то такое есть вообще в архитектуре? Не знаю, люди похожи, может быть, с какими-то другими людьми? Люди гораздо более спокойные, как мне кажется. То есть какие-то… все очень размеренно и при этом стабильно. Есть какое-то ощущение уверенности в людях. Вам самому не хочется заснуть при таком ритме жизни? Вы же, наверное, сейчас вот так вот все засыпаете. Нет, все очень бодро и живо здесь. Здесь, конечно, я сплю гораздо больше, чем в Москве. И это вас радует, наверное. Да, благодаря заботе родных, опять же. Ну, мы о вас узнали много чего интересного через третьи руки, так сказать. И наш обещанный сюрприз – рубрика «Посмотрели на большом экране». Прошу. Такой быстрый прорыв в мир моды встретишь нечасто. Дмитрий Логинов – креативный директор собственной марки «Арсеникум». Каждые полгода делает коллекции для Russian Fashion Week. В 2005-м был признан лучшим новым дизайнером года. А ведь еще три года назад он жил в Красноярске и шил наряды для своей подруги, бренд-менеджера «Юнит-медиа» Ирины Клеменковой. Три года назад Дима был почти никому неизвестен. Волновался, когда я приходила, торопился. Я строго так, Дима, ну что еще, не готово. Сейчас, сейчас пришиваю. Секрет быстрого успеха Дмитрия – не только несомненный талант. Ему было мало образования, которое он получил в Красноярске. И после первой поездки в Лондон понял, что за информацией для творческого движения нужно ехать в столицу. И отправился в Москву, как говорится, с одним чемоданом. Тот шанс, который представился ему благодаря конкурсу дизайнеров одежды поколения, он сумел им воспользоваться на все, я не знаю, на 200%. Потому что наша задача была просто дать толчок и дать возможность. А как этой возможностью распорядиться – это уже дело каждого. Во всех коллекциях Дмитрия практичность сочетается с элегантным и смелым дизайном. Работает еще и стилистом для известных журналов, например, «Оптимум». Легко дается даже роль шоумена. Например, один из последних его показов проходил не в модном павильоне, а в музее ретроавтомобилей. Осветительная установка там была стилизована под горящие фары. Дмитрия часто можно встретить на шумных вечеринках. Их молодой дизайнер считает не столько отдыхом, сколько работой в области собственного пиара. По рассказам друзей, главные качества нашего героя – скромность и спокойный нрав. Все дамы, которые с ним знакомы, подозревают, что он как-то влюблен, что ли, в тебя. Мы выбирали, ну вот в частности выбрали мне этот свитер. Выбирали такие лиловые сорочки для музыкального клипа группа «Братья Гримм». Дмитрий Логинов создает стиль не только для «Братьев Гримм». Одевал Ингеборг и Допкунайти в программе «Большой брат», а работает с Ильей Логутенко и главным режиссером Первого канала Кириллом Серебренниковым. Иногда оставляет напряженную работу в Москве и отправляется в родной Красноярск. Или Лондон, который считает самым зеленым и солнечным городом. Ну какие-то комментарии полагаются. Есть у вас что сказать в ответ на увиденное? Ну как-то все очень так, очень лестно прозвучало. Вы ожидали чего-то такого, каких-нибудь черных пятен в вашей биографии? Да нет, мне особо стыдиться не за что, но действительно просто очень приятно. Илье большое спасибо. Ну и хорошо, что приятно. Я тогда, знаете, у вас что спрошу? Вот участие в тусовках, о которых говорилось, вы любитель тусовок, это вообще обязательное условие для продвижения карьеры? Я не могу сказать, что это нечто обязывающее. Нет, очень многие добиваются какого-то успеха или признания только благодаря своей деятельности. И, может быть, правильно делают. Просто мне интересно жить, мне интересно общаться с людьми, мне интересно и эта часть жизни. Но все-таки в одном из интервью ваших я читала, что такое выражение, что нужно уметь торговать лицом. Вот это что значит? Как правильно? Учите, как правильно торговать лицом? Торговать лицом? Для начала нужно иметь лицо. Так. Торговать лицом – это некое такое общее понятие. Понимаете, если вы, если вы публичный человек, то, я не знаю, мне кажется, это может быть даже врожденное что-то. Что-то харизма. Наверное. Либо есть, либо нет. То есть, если у тебя нет такого-то таланта, да, публично каким-то поражать, да, и обращать внимание на себя, то ничего не допустим. Я почему, почему я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я никогда даже не задумывался о том, специально я что-то делаю или нет. Все очень происходит естественно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Елена. Я бы хотела вам задать такой вопрос. Что вы сами лично делаете для того, чтобы продвинуть нашу моду на Западе? Все. Что я делаю лично для того, чтобы продвинуть нашу российскую моду, я так понимаю, на Западе? Я просто делаю то, что у меня получается и делаю, на мой взгляд, хорошо. Ну вот и все. Ну вот вы занимаетесь модой для интеллектуалов, да, я такое слышал выражение. А какое направление, интересно, в одежде, ну, наиболее дорогое, что ли? Есть такое вообще понятие? Наиболее выгодное? Выгодное? Да. Выгодные, что дешевые вещи. А дешевые вещи в больших количествах, да? Нет, мне интересно творчество само по себе. Поэтому о выгоде как-то речь сейчас не идет. Я думаю, что когда-нибудь, когда я в волю, что называется, напьюсь из этой чаши, я буду задумываться о том, сколько мне это приносит денег. То есть сейчас вы еще не зарабатываете, вы еще складываете? Нет, почему? Я живу хорошо по каким-то определенным меркам. Но это не является, что называется, головой угла. Для меня важнее творчество сейчас. К нам присоединилась опять Елена, уже другая. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами говорит Елена Мучкина. Я бы хотела спросить, Дмитрий, вот вы же креативный директор Арсеникума. Как можно попасть к вам на работу? Какие качества характера для этого нужны? Спасибо. Принимаете на работу сотрудников? Ну, в общем, да. Почему бы нет? Смотря чем бы вы хотели заниматься. Я очень ценю в людях ответственность. Так, а в творческом плане? В творческом плане? Ох, главное не зажимать себя и высказывать свои идеи. И еще есть такой момент, что очень многие творческие люди боятся делиться своими идеями. Ну, знаете, так, это мое. Это мое, я где-нибудь когда-нибудь это применю сам для себя. Мне кажется, это неправильный подход, особенно если ты работаешь с кем-то. Любая идея может устареть, либо ее подхватит кто-то другой и сделает раньше тебя. Сейчас такое очень модное понятие бэкграунд, да? Прошлое личности известной. Вот скажите, пожалуйста, в мире моды имеет значение, откуда ты, где ты учился, с кем ты знаком? Честно говоря, мне кажется, совершенно безразлично. А что имеет значение? То, что ты делаешь здесь и сейчас. Даже твои прошлые заслуги могут забыться за два сезона. Если я пропущу следующий сезон, через год меня никто не вспомнит. То есть это постоянно душа? Ну, в данном случае не только душа, но и руки, да? И мозги обязаны трудиться день и ночь, день и ночь. Отпуск-то у вас бывает вообще в таком случае? Да. Мало того, я позволяю себе четыре месяца в году практически отдыхать. В этот период я просто, что называется, накапливаю впечатление. Вы вот свое вдохновение обычно куда едете черпать? Мне очень нравится Лондон. Был там много раз и стремлюсь попасть еще, еще, еще. Не надоедает? Абсолютно не надоедает. Я думаю, что те, кто там побывали, со мной согласятся. Это город просто неисчерпаемого вдохновения. И ты никогда не знаешь, где ты его получишь. И я еду не за чем-то конкретно. Через какое-то время просто понимаю, что та или иная ситуация, или то или иное подсмотренное какое-то событие, или услышанная музыка, или что-то увиденное, является вдохновением. К нам присоединилась Виктория. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я хотела бы спросить, носите ли вы одежду из своих коллекций или предпочитаете одежду других модельеров? Ну, для меня это странный вопрос, потому что зачем бы я делал одежду, если бы не носил ее сам? Ну, Дмитрий мне уже до эфира еще рассказал, что он с ног до головы в одежде от Дмитрия, как раз, Логинова, да, под своей маркой. Там очень жаль, что не винуты, там очень, я не знаю, шедевральные просто штаны. Невероятные. Невероятные, да. Ну, ладно, будем держать интригу, вы об этом не знаете, вы об этом никогда не узнаете. Можно только догадываться, либо просто увидеть Дмитрия в жизни. Я вас хочу вот о чем спросить. Ну, сказали вы про Лондон, да? В Красноярск все-таки вот вы приехали. Кстати, с какой целью-то приехали? Я обещала задать этот вопрос. Ну, во-первых, я обсуждаю здесь кое-какие деловые вопросы. Не буду распространяться на эту тему. И на прошлой неделе у моей мамы было день рождения, я был просто счастлив порадовать ее. Как, наверное, она была счастлива? Вы ведь теперь редко появляетесь все-таки дома. Ну, что-то как-то все реже и реже, но обещаю исправить ситуацию. А, я не знаю, ну, вы шьете одежду для мужчин, да? Я так понимаю, мужские коллекции. А вот, допустим, мама. Маме что-то перепадает из вашего творчества? Ох, скорее мама мне помогает гораздо больше, чем я ей в этом вопросе. Каюсь. Ну, это нормально? Как вы считаете? Как у вас в семье к этому относятся? А у нас в семье никто не помешан на моде, как-то ни странно. Даже я. То есть я не гонюсь наполнить свой гардероб какими-то новыми вещами, что может быть удивительно. У нас есть еще один телефонный звонок. Как мне подсказывает, звонит подруга Дмитрия. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Вас беспокоит Настя Челышева. Хочу узнать, как часто вы будете появляться и появитесь ли вы у меня? Настя, позвони мне сегодня. Вы подробно расскажете. Позвони лучше ты мне, я не помню твой номер. Какой сюрприз. Договорились? Ну, как часто ты будешь нас посещать? Со своими идеями, новыми показами. Пожалуйста, будь добр, расскажи. Мы хотим об этом узнать. Вы знаете, в апреле будет очередное поколение Эммы. Я надеюсь, что я приеду не просто сам, но, видимо, со своей коллекцией, которая в начале апреля будет показана на Russian Fashion Week. Я думаю, что задержусь здесь больше, чем на три дня. Поэтому увижусь со всеми. Дим, у меня к вам последний, пожалуй, вопрос такой завершающий. Ну, вот в вашем варианте, да, ваша формула успеха получилась такая. Стать победителем поколения Эммы, отправиться учиться в Лондон, а сесть в Москве, да? Вот еще какие-то есть варианты для быстрого прорыва молодого талантливого человека из глубинки? Как вы считаете? Ну, в первую очередь, нужно понимать, для кого и для чего вы делаете то, что вы делаете. То есть, какую-то очертить свою аудиторию. И если это аудитория посетителей показов, например, на неделе моды, то нужно создать коллекцию, приехать на эту неделю моды. В любом случае, там есть пресса, там есть люди, которые этим интересуются. Если у вас действительно есть талант, и то, что у вас требовано на этом рынке, вас обязательно заметят, и у вас обязательно будет успех. Я вынуждена вас вот на этой вот ноте, в общем-то, прервать, да? И я думаю, что мы вас будем рады очень-очень увидеть на поколении новой коллекции. Мы вас будем ждать, и успехов вам. Спасибо. Дмитрий Логинов был у нас сегодня в гостях. Спасибо.